Друзья, всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный марокканский шоколадный торт без глютена. Торт готовится из простых и доступных продуктов. Торт невероятно ароматный и понравится всем любителям шоколада и тем, кто любит шоколадную выпечку. И давайте приготовим этот вкусный шоколадный марокканский торт. В яйца всыпаю сахар. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси, чтобы сахар полностью растворился в яйцах. Слишком пышно можете не взбивать, самое главное, чтобы сахар полностью растворился в яйцах. Добавляю сметану, льняную муку, какао-порошок и разрыхлитель. Недолго перемешиваю ингредиенты миксером до однородного кладно-льняного теста. Все, долго вымешивать не надо. Достаточно, чтобы все ингредиенты смешались и получилось однородное шоколадное тесто. Также хотел добавить, что после того, как вы вымесили тесто, оно будет жидкое. Но стоит ему постоять 2-3 минуты, оно начинает быстро густеть. Вот, посмотрите. Это свойство льняной муки, так что вы не удивляйтесь, если оно у вас быстро начинает густеть. То есть, поначалу будет сначала очень жидкое, а потом оно с такой консистенцией получается. Перекладываю шоколадное тесто в форму для выпекания. Предварительно обтяну пекарской бумагой. Распределяю тесто по форме силиконовой лопаткой. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Готовность выпечки проверять деревянной шпажкой. Друзья, пока бисквит выпекается, давайте приготовим начинку. И для того, чтобы приготовить начинку, вареную сгущенку необходимо сначала разогреть до горячего состояния. Я буду разогревать в микроволновой печи, вы же можете разогреть просто на плите. Разогреваю для того, чтобы, когда я сюда буду добавлять какао, чтобы какао основательно и полностью растворился в вареной сгущенке. Это очень важно. Друзья, ну вот варенку я разогрел. Она прям горячая такая. Она у меня шипела там уже. Кричала, чтобы я ее вытащил. А посмотрите, она такая вот, видите, текучая. Видите, течет. То есть варенка должна быть интенсивная такая. Она не должна, как вы возьмете, держаться. Она должна вот так прям стекать. Это говорит о том, что варенка готова к работе. В горячую вареную сгущенку всыпаю весь какао-порошок. Тщательно перемешиваю венчиком, чтобы какао-порошок полностью и основательно растворился в вареной сгущенке. Если вдруг у вас в продаже имеется сгущенное какао в баночках, вы можете просто купить сразу сгущенное какао. Вот, друзья, посмотрите. Начинка уже готова. Благодаря какао начинка еще больше загустела. Обратите внимание, какой красивый шоколадный цвет. Как только начинка остынет, она станет еще более густой. Друзья, готовую начинку оставляю на столе. Не убирайте ее в холодильник. Потому что если вы берете ее вдруг в холодильник, вам будет ее очень сложно наносить на торт, и вам опять придется ее разогревать. Поэтому просто оставляйте ее на столе. И как только бисквит остынет, можно будет формировать торт. Начинка очень такая ароматная и соблазнительная. Поэтому держите себя в руках и постарайтесь делать все, чтобы она дошла до торта целая и невредимая. Друзья, бисквит выпекся. Обязательно проверяйте его готовность деревянной шпажкой. Также, друзья, хотел пояснить, что чем шире у вас форма, тем быстрее выпечется ваш бисквит. То есть, если форма у вас 18 сантиметров, значит время выпекания будет составлять примерно 35 минут. 30-35 минут. У меня форма 16 сантиметров, поэтому время выпекания моего бисквита составляет 40 минут. Ножом отделяю бисквит от бортов формы. Снимаю кольцо, извлекаю дно формы и снимаю пекарскую бумагу. Вот такой пышный бисквитик. Видите, из него еще идет пар. Он горячий, он прям очень пышный, нежный. Ничем не отличается от классического бисквита шоколадного на пшеничной муке. То есть, этот вариант безглютенового бисквита, он прям идентичен с пшеничным. Такой же пышный, такой же нежный. Все, в таком виде оставляю бисквит на столе до полного остывания. Друзья, как только бисквит остыл, убираю его в холодильник до полного охлаждения. Друзья, бисквит я охладил и разрезал на три бисквитных коржа. Бисквит получился у меня пышный, поэтому я легко разрезал на три бисквитных коржа. Но даже если вы будете выпекать в 18-й форме, вы также сможете разрезать на три бисквитных коржа. И теперь приступаю к сборке торта. Для устойчивости необходимо поверхность для сборки торта. Нанести немного крема. Укладываю первый бисквитный корж порисой стороной вверх. Добавляю начинку. Распределяю начинку по поверхности коржа. Сегодня решил распределить начинку ножом, чтобы показать, что в этом ничего сложного нет. Обсыпаю крем шоколадный дополнительно арахисом или арахисом? Арахис. Арахис. Правильно, да? И немножко вот так его распределяем. Распределяем арахис по крему. Выкладываю второй шоколадный корж. Добавляю шоколадный крем. Распределяю шоколадный крем по второму бисквитному шоколадному коржу. Если у вас нет ножа, распределить шоколадный крем можно просто руками. Шутка? Ложкой. Ложкой. Сказали ложкой. У нас любимая тема – это ложка. Далее следует партия дроблёванного арахиса. Закрываю окончательно торт третьим бисквитным коржом. Немного его подравниваю. А вот сверху круглую доску еще раз. И сказали еще круглую доску. Раз. Сейчас сделаю. Ну так, берем круглую доску. И вот так вот. Раз. А если квадратная? А если квадратная, пусть покупают круглую. Выкладываю весь оставшийся шоколадный крем сверху последнего шоколадного коржа. Немало, да? Немало. Очень даже хорошо. Я бы так сказал. Очень шоколадно. Друзья, осторожно распределяю крем по всему шоколадному торту. При желании можно обсыпать дополнительно торт вашей любимой посыпкой. У меня это Nesquik. Вы можете, в принципе, сделать это какао, если вы спокойно относитесь к трюфельным торту с горчинкой. Но поскольку я это делаю не только для себя, поэтому я это делаю с Nesquik. Друзья, торт собрал и теперь убираю его в холодильник для стабилизации минимум на 5 часов. Друзья, торт обсыпал я Nesquik. Он у меня простоял с Nesquik в холодильнике. Если вы обсыпаете торт какао порошком, обсыпать необходимо прямо перед подачей. Потому что какао есть свойство, он может размокнуть. А Nesquik он не размыкает, поэтому я именно заранее обсыпал Nesquik и убрал в холодильник для стабилизации. Друзья, тортик постоял у меня несколько часов. Он опитался, стабилизировался. И сейчас отрежу кусочек и скажу, какой по вкусу он получился. Друзья, отрезал себе порцию торта шоколадного марокканского. И по порубу, и сейчас скажу, какой по вкусу он получился. Торт получился очень вкусный. Шоколадные бисквиты на дневной муке получились невероятно пористые и влажные. То есть вообще не нужно пропитывать. Сами бисквиты очень сочные. Шоколадный крем и посыпка придают очень яркий, насыщенный вкус шоколада. Прямо настолько шоколадный вкус, что он действительно понравится всем, кто любит шоколад и все, что связано с шоколадом. Просто вам нужно приготовить какао полностью доминирует здесь. И вкус именно, яркий вкус шоколада. Шоколадная начинка, шоколадные коржи, шоколадная посыпка. То есть шоколад в шоколаде. Друзья, приготовьте обязательно марокканский шоколадный торт. Уверен, вам понравится. Друзья, спасибо за подписку, лайки, комментарии, что смотрите мои рецепты. И увидимся в следующем видео.